Привет, друзья! Меня зовут Карина Степанова. Я редактор зарубежной остросюжетной литературы издательства XMO. И сегодня я расскажу вам про пять триллеров с самыми неожиданными концовками. Номер один. Майкл Амер «Внутри убийцы». Триллер про серийного убийцу, работающего, если можно так выразиться, в Чикаго, бальзамирующего своих жертв в публичных местах. И профайлера, который на него охотится. Зои Бентли, лучшая в своем деле, спецагент ФБР, девушка, способная по мотивам, по следам преступника, вычислить его личность. Кроме того, что она великолепный специалист, Зои Бентли еще и сталкивалась с серийным убийцей в юности и смогла выжить после этого. С одной стороны, этот опыт помогает ей в расследовании, и с другой стороны, он все еще ее преследует. И неизвестно, кто настоящая жертва из этих двух. Отличная, очень сильная, с хорошим чувством юмора, главная героиня. Очень нестандартный подход у главного злодея, а может быть даже и не у одного. И классная, отличная концовка, даже когда уже кажется, что все понятно, и казалось бы, все прояснилось, но нет. Очень вам рекомендую, получите большое удовольствие, если любите вот в меру динамичные детективы без особых подробностей, скажем так. Едем дальше. Сразу три книги. Трилогия Рэйчел Кейн. Мертвое озеро. Вот это уже вещь пожестче. Очень динамичная каждая из трех частей. Постоянно приходится переживать за главных героев. Не знаешь, кто друг, кто враг. История о том, как много могут скрыть друг от друга супруги, и на что готова пойти женщина, чтобы спасти своих детей от своего бывшего, казалось бы, идеального мужа, а на самом деле жестокого серийного маньяка, который теперь хочет добраться и до нее. Каждый раз, когда читаешь вот любую из трех частей, думаешь, что ай-яй-яй-яй-яй, как это плохо для героя, ой, что же, что же сейчас будет, но понимаешь, что очень хорошо для сюжета. Пожалуй, вот это самая такая динамичная серия вот из всей моей подборки, где постоянно что-то происходит. Книга держит напряжение. Каждая из трех, вот реально, это тот случай, когда серия хороша от начала до конца. Будет держать вас напряжение от первой до последней страницы. Очень рекомендую. Номер три. Бернар Миньер. Гребанная история. Кажется, что все понятно. Есть подросток проблемный, убита его любимая девушка, подозрение падает на него, но он, конечно же, ни в чем не виноват, хотя, может быть, никто не знает. В общем, если вам кажется, что вы все поняли, что вы точно знаете, кто убийца, кто главный злодей, а кто невинная жертва, вы ошибаетесь. Бернар Миньер виртуозно ставит все с ног на голову, путает своих читателей, и у него вот просто все ювелирно сконструировано. Если вы любите, чтобы вам до последней страницы не было понятно, что же на самом деле происходит, это ваш выбор. Идем дальше. Номер четыре. Камила Лэгберг «Золотая клетка». Камилу Лэгберг называют шведской Агатой Кристи и неспроста. Это история, еще одна история о сильной женщине и о том, что, ну, не надо плевать в колодец, который может тебе пригодиться. Главный герой, успешный бизнесмен, выстроил огромную империю благодаря своей жене, которая пожертвовала всем ради его карьеры. Со временем он решил, что она больше ему не нужна, и он может выбросить ее как надоевшую игрушку, но он не знает, какое прошлое у его милой, казалось бы, такой идеальной домохозяйки. Рекомендую. Это не просто, знаете, это не банальная история о месте. Ах, он такой плохой, я ему отомстила. Нет, все гораздо интереснее. Это хороший психологический триллер. И опять-таки с очень неожиданным финалом, когда вот ты читаешь, казалось бы, все закончилось, и в конце просто такой, что? Это Камила Лэгберг. Последний пункт нашей подборки. Лиз Лоулер «Медицинский триллер. Не просыпайся». Если вы любители большого количества медицинских подробностей, это для вас. Лиз Лоулер довольно долго работала медсестрой, знает кухню изнутри, ей есть что рассказать. Кроме того, что это медицинский триллер, он еще и психологический. Можно ли доверять себе? Показалось, не показалось? Уверен ли ты в своих друзьях? Уверен ли ты в ясности своего сознания? Об этом книжка Лиз Лоулер. Кстати, скоро выйдет вторая. Вот буквально следить за обновлениями в ближайшие месяцы должна выйти вторая книга. Пожалуй, это все. Это не единственные интересные книги в наших подборках. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и я расскажу вам что-нибудь еще. Продолжение следует...